Добрый вечер, вы смотрите Якутию в деталях, меня зовут Ирина Ефимова. Якутию и Татарстан связывает многое. Этнические корни, похожие языки, культура. Самое главное, конечно же, то, что мы много веков живем в мире и в дружбе в одной большой стране, в России. Прошлым летом в Татарстане прошли Дни Республики Саха, а на этот раз в Якутске открыли Казанский сквер и памятник великому татарскому поэту, воину, герою Советского Союза Муся Джалилю. И сегодня о дружбе двух народов пойдет наш разговор. Гость моей студии Василь Шейхразиев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Василий Гаврилгаляцович, добрый вечер. Добрый вечер, генерал. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, как я уже сказала, на этот раз в Якутию вас привело открытие сквера, но наверняка это не единственное мероприятие было в вашей программе. Вы знаете, я хотел бы начать чуть-чуть раньше. Мы буквально недавно отметили 100-летие образования Республики Татарстан и Республики Саха-Якутия. Вы абсолютно правильно сказали. Несмотря на то, что мы близкие по духу народа и всегда поддерживали друг друга, и особенно как два ведущих субъекта Российской Федерации, Республика Саха-Якутия и Республика Татарстан, наши руководители очень близкие по духу люди, эта работа шла. И вот проведение в рамках 100-летия образования Республики Саха-Якутия и Татарстан, конечно, наши отношения вывели совсем на другой уровень экономического, политического, взаимнобратского соглашения и работы совместно во благо Великой России. И когда представительные делегации Республики Саха-Якутия во главе с лидером Иссеном Сергеевичем приехали к нам в 2020 году, и мы увидели всю культуру. Экономика-то, понятно, она всегда исчисляется деньгами, а вот культуру людей, народу и традиции, мы, конечно, были очень приятно поражены. Но и ответный визит не стал долго себя заставлять ждать. Мы в том году приехали в рамках 100-летия образования Республики Саха-Якутия, уже дни Республики Татарстан здесь провели. И вот когда мы приезжаем делегациями и видим, как люди живут, какие у них потребности, власть как с ними общается, и как создается вот этот мир на этой земле, это, в самом деле, очень достойный пример. И тогда, ну пусть в Саха-Якутии проживают чуть больше 6 тысяч татар, мы очень близкие, и тогда и наша община, и наши братья якуты сказали, в Якутии вот вы так общаетесь, а почему вот нет сквера, некого такого образа памятника? Мы сказали, мы с удовольствием. И вот тогда выбрали место под сквер, и наш президент тогда, Рустам Нургалеевич, со стороны Республики Саха-Якутия, председатель правительства, заложили камень и сказали, здесь будет сквер. Само собой, когда сквер, должен некий такой центр притяжения, памятник. И мы предложили памятник великому сыну татарского народа, герою Советскому Союзу, Мусы Джалилю, практически Великая Отечественная война, узник, кослерей, герой Советского Союза. И вот уже это сегодняшний сюжет, это уже тоже история, часть нашей жизни, да? И вот мы заложили, и тогда сказали, построим. Построили, а к этому моменту у нас появился другой повод для того, чтобы более близкими нам быть. Сегодня было предложено, и как со стороны Айсена Сергеевича, и нашего Рустама Нургалеевича, в 25-м году здесь провести федеральный сабантуй, общий татарский праздник, к которому все люди приходят. И вот открытие сегодня казанского сферы и памятника Мусы Джалилю оказался таким переходным мостом между столетиями двух субъектов и до 25-го года федеральным сабантуй. И вот сегодняшнее событие, я посмотрел отношения члена правительства, государственного совета, просто активисты, общественники, с удовольствием все пришли, значит, местные жители вышли, и появилось новый центр притяжения в городе, красивый сквер, красивый памятник. И мне абсолютно понравилось, когда я сказал, вот появляется новое место, где молодые парни и девушки могут назначать свидания, встречи. А если на фоне этого, так скажем, памятника в этом сквере будут предлагать любовь и сердце, предлагать там выйти замуж, тогда мы уже вообще миссию все выполнили. А ваш вновь избранный председатель Совета Писателей, Союза Писателей, уже прочитал все новые стихи, которые он практически посвятил туда, и добавил о том, что появляется сквер, где литераторы, поэты, писатели могут приходить и проводить свои чтения капустники. То есть мы уже во время открытия даем жизнь этому скверу ради просветания, дружбы людей, которые живут на этой земле. Поэтому у меня вот получился и открытие, и мы то, что провели первый оргкомитет будущего федерального Сабантуя. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502 и, конечно, через наше мобильное приложение, чтобы его скачать. Надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, открыть прямой эфир и в всплывающем окне задать вопрос. Кстати, почему именно Мусат Джалиль был выбран? Вот это вот очень интересно, очень приятно, потому что я когда была на днях Якутии в Татарстане, очень приятно было увидеть книгу якутских поэтов на татарском языке, которые вот как раз Гаврил Андросов, писатель Союза писателей, и составлял. Там в том числе было стихотворение моего деда Моисея Дмитриевича Ефимова. Было очень приятно. И вообще в советское время ведь была такая традиция, когда переводили произведения писателей национальных на языки других республик. То есть того же Мусат Джалиля переводили и на казахский, и на другие языки народов СССР, и на якутский. Сегодня эта традиция продолжается, и нам очень приятно, когда произведения якутских писателей переведены на татарский язык, татарский их на якутский. Но я не скажу, что эта школа потеряна, потребность есть. Люди хотят видеть, читать, и читаемость она не упала, просто мы начали быстрее читать и короче. А так продолжается, и я, конечно, очень хотел бы, даже в рамках подготовки к федеральному Сабанту, который будет проходить в 25-м году в городе Якутске, эти работы мы еще дополнительно презентовали, у нас еще время есть. Почему Мусат Джалиль, когда мы говорим, да, у каждого народа есть свои легендарные личности. И когда мы говорим нация, нация состоит из великих людей, из, в каждой семье, каждый себя читает великим, но есть на уровне государства, на уровне района, села, семьи, и мы их чтим. И на наше счастье, несмотря на очень большое количество наших известных личностей, Мусат Джалиль занимает одно из передовых, потому что это связано передом Великой Отечественной войны. Поэт Великой Отечественной войны, концлагерь, и судьба очень сложная и интересная, и он превратился в символ. И даже сегодня, когда мы говорим, Мусат Джалиль, хотя он и татарин, но Великой Отечественной войну выиграл советский солдат. Никто не делал по национальностям. Это мы потом уже начали говорить. А так советский солдат победил, боец, да? И когда мы сегодня говорим специальные военные операции, когда мы поддерживаем нашего национального лидера Владимира Владимировича, сплотились, тема патриотизма, тема подвига становится самым главным. Мы хотим нашей победы. И когда говорим, что наши ребята сегодня дерутся как львы, и говорим, сегодня умереть мало, сегодня нам нужна победа. И во время открытия памятника мы даже все вместе спели песню «День Победы». Мне было очень приятно, когда в завершение наш солист филармонии запел эту песню. Все, кто туда приходили, пели эту песню, потому что нам нужна победа. Это символ единения, символ служения своему Отечеству, символ победы. Поэтому вот и мы сажалили. Ну и про татарский Сабантуй, который в 25-м году пройдет в Якутске, это вот очень интересно. Понятно, что у татар есть Сабантуй, у нас есть Исех, и как раз и на Исех тоже приезжала ваша делегация и во главе с президентом республики. Во-первых, что еще общее, кроме праздников, можно проводить, чтобы объединить народы, да? И во-вторых, почему Сабантуй федеральный, как вот он проводится в разных городах, вот немножко про эту историю. Я знаю, что он в Кемерово проводился, В этом году, да. В этом году. Вы знаете, когда мы говорим республика Татарстан и республика Саха-Якутия, близкие по духу субъекта, нас очень много связывает. И даже когда мы сюда приезжали, официальная делегация, вы всегда приезжали, мы берем очень серьезно два блока. Это экономический блок и социальный, культурный блок. С точки зрения нашей истории, значит, мы коренные народы. У нас очень много своих песен, танцев, гастрономии, обычаев, религии. Что у вас, что у нас, да. И мы верны им. С точки зрения социальной нагрузки, мы всегда с большим уважением относимся к старшему поколению. На их примере воспитываем подрастающее поколение. А с точки зрения экономики, товарооборот из года в год растет. Есть общие интересы, и она уже отлажена, несмотря на то, что сюда доставить автотранспортом с Казани, Якутск, это 7,5 тысяч километров надо проехать. Но мы это делаем, потому что есть потребность, есть продавец, есть покупатель. И мы потом уже сверяем на этом деле, делаем и политику, и выполняем все свои социальные нагрузки. Но когда мы говорим о татарах, из покон веков, значит, у татар был большой праздник Сабантуй. Сабантуй, если его прямо перевести, Сабан — это плуг, Туй — это свадьба. То есть это получается свадьба плуга. Татарский народ после завершения весенних полевых работ, у него было буквально 10, максимум 2 недели периода восстановления и отдыха. И в это время придумали Сабантуй, он культурный, и спортивный, и гастрономический. Ну и очень большой уровень гостеприимства. И вот получается так, что мы благодарим Всевышнего, свадьба себя, близких, нашу землю, за то, что мы пережили зиму. Пережить зиму — это всегда было очень, особенно ранние года, холодно, дрова, уголь и там подобное. Мы живы, мы здоровы, мы не заболели, мы сегодня... То есть у СССР абсолютно такой же смысл. Да. А потом весна пришла, посевы мы сделали, все сделано, и все в руках Всевышнего Аллаха для того, чтобы мы осенью собрали хороший урожай. До Сенокоса еще рановато. И вот этот период татары собирали в своих родных деревнях, все приезжали, друзья, товарищи, одноклассники, родственники. И вот эта деревня практически в течение недели с одной деревни на деревню проводили сабанду. Есть спортивная часть, куряж, скачки на лошадях, бег в мешках, бег с коромыслами, ведра полные водой. В то же время это хорошая культурная программа. Татары всегда любили петь, танцевать. И у нас даже есть на татарском языке такие серьезные поговорки, высказывания, которые говорят о том, что петь это и жить, и созидать, и дать надежду. И при этом, спасибо говоря, прошедшему времени. Поэтому вот это все проходило. Ну и где люди, это всегда была еда, мы всегда вкусно умели готовить, были гостеприимны. Вот это пошло. И 31 год назад, когда был организован Всемирный конгресс татар, и наша задача, значит, более 8 миллионов татар по всему миру живут, 5 миллионов 300 тысяч в России, в каждом субъекте есть, и где есть татары, собирается, и вот они проводили свой сабанту. То есть 100 человек, 10 тысяч человек, не припинципиально, и так, и так хорошо. А вот для того, чтобы сделать формат уважения новых стандартов проведения, надо было, чтобы из Татарстана приезжали субъекты и показывали, организовывая это сабантой, как мастер-класс. Другим народам показывали, потому что у татар, которые живут в Якутске или в Кемерово или в Владивостоке, одни возможности, а у Татарстана другие. И у нас в Конституции Республики Татарстана написано, что Татарстан гарантирует любовь, работу, значит, уважение к родной земле, к Татарстану. И мы всех татар, несмотря на то, что они живут в других регионах, в других странах, считаем своими. И поэтому надо было поддерживать. И вот тогда зародилась программа проведения федеральных сабантуев. И в этом году мы 23-е провели. И вот есть такая наука, как нумерология. Кому-то он помогает, кто-то верит, кто-то не верит. И здесь она тоже символично получается, очень приятно. Век 25 лет. В 25-м году в Якутске мы будем проводить 25-е федеральные сабантуевы. 25-25. Поэтому уже благодаря решению наших руководителей мы уже предложили создать оргкомитет и попросили Айсен Сергеевича лично возглавить. Я свой председатель. Мы определили примерно место, примерно дату. но еще надо оргкомитет создав доработать, посмотрев все плюсы и минусы и с удовольствием приедем, сделаем большой праздник, в котором все жители республики Сахаи, Якутии, с России мы привезем наших активистов, лидеров от Калининграда до Камчатки. 500 руководителей, активистов татарского народа будет со всей России. И это же мы и Якутию показываем, и вас показываем, хотя и сюда приехали на свой праздник. Если бы этого праздника не было, я уверен, что большое количество просто не выбрали бы место сегодня, возможности, а это как раз повод для того, чтобы приехать. Это событие и мероприятие. Мы приглашаем всех, показываем, и у нас даже в некоторых играх есть совместные, и мы их тоже будем включать во имя дружбы между двумя народами, татары и Якутии. И поэтому я уверен, что проведение федерального Сабантуя это больше будет сближение двух народов, двух субъектов во имя просветания нашей России. И я уверен, что придут, посмотрят, скажут спасибо, но никуда не денешься, наверное, где-то у кого-то будет такое легкое сравнение, вот есть САХ, вот есть Сабантой, что общего, а общего там очень много. Поэтому ждем и будем на высоком уровне готовить. у нас есть звонок, алло, здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопрос. Здравствуйте, у меня вот вопрос, вы сейчас рассказывали о Сабантуи, и мне бы хотелось узнать, какое татарское блюдо должен попробовать каждый житель Якутии. Они очень вкусные, но вот хочется узнать именно о вашем. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, очень приятно, когда вы активно задаете такие вопросы. У татар с точки зрения осветлого народа, так скажем, сельских народов, все блюда крутятся, тесто, картошка, мясо. В любом формате. Эчпочмак. У нас есть большой пирог, Балеш, вот руками покажу, вот такой большой пирог, где мясо, в большей степени баранина и говядина. Мы, как мусульмане, свинину не потребляем. У нас курятина, значит, баранина, говядина, конина. И вот поэтому, а это блюдо готовится из баранина и из говядины с картошкой в перемешку, в вкусном бульоне, заворачивается в тесто и в печи печется. Когда достаешь, это одно из блюд, которые подаются долгожданным гостям на больших мероприятиях. А то, что вы сказали, Эчпочмак, это треугольник, он намного меньше, намного удобнее, но его содержание тоже самое. Также картошка, там уже говядина и в треугольной форме сделано. Есть круглый, Леш называется, но там картошка и мясо из курицы, опять в тесте. Но самой ожидаемой, самой знаковой все равно у нас остается чак-чак. Чак-чак – это тесто, которое режется очень тонко, потом варится в масле и потом уже закрепляется медом. И это самый глубокий знак уважения и мы всех почетных гостей. Вот в частности, я сегодня 5 утра прилетел и наши татары меня встретили чак-чаком, русские встретили с хлебом и солью, а наши братья якуты встретили кумызом. И поэтому вот чак-чак, конечно, чак-чак по изготовлению очень сложный, но в таких условиях у него страх хранения больше, чем все-таки шпичмаки, беляши, леши, их надо кушать горячими, а чак-чак уже в таком, в общепринятых температурных условиях. Поэтому чак-чак. Но вот соглашение о сотрудничестве, которое подписали главы наших республик, оно касалось экономики, культуры, социальной сферы. Вот какая наиболее перспективная все-таки, как вы считаете? Вы знаете, я бы не стал считать, которые из них перспективны, которые не перспективны. А у каждого периода... Как складывается сейчас? У каждого периода есть свои задачи, которые идут. С точки зрения культурного, мне абсолютно приятно, буквально две-три недели назад на национальной библиотеке Республик Татарстан передала очень большой книг на татарском языке библиотеке Якутии. И наши татары приехали, торжественные остановки их приняли, сделали выставку. И вот это тоже определенная часть. С точки зрения экономики наши субъекты очень востребованы. Мы берем любую составляющую, что Татарстан поставляет, что Саха-Якутия к нам поставляет. Сегодня Татарстан представляется как образовательный центр Казанский федеральный университет. другие есть. И мы видим, как из Саха-Якутии каждый год по чуть-чуть, по чуть-чуть выпускников, которые поступают в Казань, становится больше. Нам очень приятно то, что мы в рамках подписанного соглашения назначили сюда нашего полномочного представителя. И он, полномочный представитель Республики Татарстан, является от Саха-Якутии. По нашей договоренности мы рядом с Казанию выделили 6,5 гектаров земли для строительства якутской деревни. И впервые в этом году там уже провели праздник Истах. Это вот там, где Сергея поставили? Да, когда Сергея поставили, все это сделали. То есть вот эти отношения шаг за шагом дают... Море тоже с капли начинается, а здесь у нас уже не капли, у нас намного больше. И каждое изъятие пунктов работает, потому что соглашение, когда подписывается и с вашей стороны, и с нашей стороны, правительство становится ответственным через министерство. И тогда появляется система отчетности, а измерения идут в километрах, в рублях, в тоннах, и поэтому мне абсолютно приятно, что из года в год вот эти все параметры, все эти показатели растут. Вы упомянули Всемирный конгресс татар, вы ведь его председатель были переизбраны председателем этого национального совета Милишура Всемирного конгресса татар на второй срок, не так давно. Как вы можете вообще охарактеризовать свою работу прошлого срока и какие цели ставите перед собой? Вы знаете, для любого руководителя, когда назначается на первый срок, это вхождение в тему. Насколько бы ты авторитетный и профессиональный не был бы, когда появляется новое направление, надо вникнуть профессионально глубоко для того, чтобы можно было полноценно работать. И когда уже проходя второй год, третий год своей работы, четвертые, пятые года, я, конечно, ту нагрузку, то отношение, которое было, уже пропорционально начал увеличивать. и в самом деле в прошлом году на съезде, восьмом съезде Всемирного конгресса татар, полторы тысячи делегатов меня единогласно переизбрали на второй срок. Во-первых, это очень большое доверие. Во-вторых, это очень большой аванс. И я уже, опираясь на первый пятилетний стаж своей работы, уже, можно сказать, по максимуму стараюсь принести своей работой эффект работы для всего конгресса. И каждый приезд субъекта Российской Федерации, когда мы встречаемся высшими должностными лицами субъектов, когда встречаемся с главами татарской общественностью, мы обсуждаем те вопросы, которые важны для этой территории. И когда мы находим понимание со стороны руководства, всем становится комфортно. Вот то же самое открытие Казанской сферы и памятника в Якутске, это ведь тоже авторитет наших татар, которые здесь работают, и решение властей. Если мэрия Якутска сказала бы, нет возможности, если руководство сказала бы, у нас еще и по-другим надо посмотреть, а это же несет благо. Сегодня это несет благо. И когда вот это руководители понимают, и авторитет наших татар совпадают, получается результат. Если где-то что-то, то его надо клеить. И мне очень приятно, что именно в Саха-Якутии такие теплые, дружеские, братские отношения. И во многих регионах Российский федерации, куда бы я не ездил, вот буквально недавно был в Крыму. Значит, только что был Горно-Алтайский. В 25-м году, если на следующий год, в 24-м году, вы федеральный Сабантуй будете принимать Ишкар-Але, Мариел, там только недавно провели оргкомитет, в 25-м году, от вас переходящий кубок заберет Омская область, в 26-м году там будет. И вот эти связи, отношения и авторитет татар, которые умеют работать с властью, созидают, дружат со всеми во имя просветания этой территории. И в то же время у нас есть собственный интерес во имя сохранения татарского народа, нашего языка, культуры, праздников, национальных одежд, гастрономии, уважения. И куда бы я ни приезжал, если там люди говорят, а, татары, мы знаем ваш Сабантуй, а, мы ели ваш Чак-Чак, а, знаем ваши песни, это уже как бальзам, это уже как визитная карточка. И у нас для Конгресса есть очень такое высказывание, при котором двери открываются как Сабантуй на дипломатии. Очень интересно. И вот один из вообще ключевых пунктов сохранения национальности это сохранение языка. И вот вы еще упомянули про Крым сами. Вот крымские татары, они же всегда так особняком держались немножко, если я не ошибаюсь. Это вот не совсем ведь те татары, которые как в Татарстане живут. Это вы знаете, место расположения всегда дает оттенок любому народу, который там есть. Там местный диалект есть, есть сговор, есть кухня, есть национальная одежда, и все равно происходят изменения. Есть татары, которые живут в Казани, есть татары, которые живут в Сибири, есть татары, которые живут в Астрахани, есть татары, которые живут в Крыму. Мы все татары. Но у каждого местность, чем больше мы там живем, тем больше там получается местный колорит. При этом каждый остается татарином, мусульманином, который чтит свои праздники и все остальное. И эти особенности, которые свойственны, никому не мешают. Вот если, например, сегодня взять крымского татарина и сибирского татарина, они оба татары, посадить их вместе, и их разговор будет очень сложный. Местами должен быть переводчик. Потому что мы же не стараемся всех подвести под наш только алфавит или что-то такое. Будешь знать, будешь хорошо. Но есть. Но мы всегда говорим, что мы едины. И никому не разделим нас разделить. У нас есть безбрега, безнекищ, длябегта. То есть мы едины. В этом наша сила. И поэтому и каждый это понимает. Вот я недавно только был в Тюменьской области, в городе Тобольск. Отметили 35-летие нашего культурного центра. Уже к словам, там все мы собрались. Все поем на своем родном татарском языке, танцуем, смотрим наши надежды. И само собой, даже в одеждах элементы местного колорита всегда присутствуют. Вот мы в Татарстане, когда через ассамблею народов Татарстана приезжаем районы по этой работе. Вот я приехал, там Менделейский район. Буквально оттуда, ну, максимум, наверное, 90 километров Утмурте. И в этой деревне живут в нашем Менделейском районе Утмурта. И они вышли в национальных одеждах, нас встречают. Мы подходим, такие красивые одежды. И он говорит, о, так красиво. Эту одежду, наверное, вы в Казани шьете? Она говорит, нет, в Ижевске. Я так, а что там дешевле, что ли? Говорит, нет. Когда мы эту одежду шьем в Казани, Утмуртскую одежду, начинает появляться татарский колонарин. Это нормально. То есть мы живем вместе, и хочешь, не хочешь, это же письма и башкирка печет, и татарка, и русская печет, потому что, если ты живешь на этой территории, взаимопрекновение культур, конечно. Да, и взаимопрекновение, оно всегда присутствует. Я вот тут вычитала, что в середине марта 2019 года вы предложили распространить действие республиканского вашего закона о государственных языках на трансляцию музыки в общественных пространствах. Прямо цитирую. Если идем на набережные, заходим в парк, идем на катки, почему-то закон не выполняется в честь музыкального сопровождения. Удалось ли реализовать эту инициативу? Вы знаете, есть закон, и этот республиканский закон не может быть выполнен частично. Или закон исполняется полностью, или если его не исполняет, то надо спрашивать с тех, чьи это территории. И это абсолютно объективно. Но когда мы этот вопрос поднимаем, мы с большим уважением относимся всем. И я, приезжая сюда, в Саха-Якутию, Якутск, как человек, мне интересно попробовать ваши блюда, услышать ваши песни. И туриста, человек, который приезжает, нельзя этого лишить. И в то же время, если я местный житель, я тоже хочу слушать и на татарском, на русском, на английском. Но она должна как-то пропорционально подаваться, а не просто в угоду моды, включая песни, значит, этих групп, этих оркестров, и для него нет абсолютно понятия, там, очередности или что-то. Разговор в большей степени об этом был. И мы, есть же бюджетные учреждения. Если бюджетные учреждения не выполняют республиканские заказы, о чем говорит о коммерческих. И поэтому нам, как бы там ни было, мы эту ситуацию практически выправили. Но часто бывает так, что то собственник изменился, то человек, который был ответствен, уволился, вместо него пришлось. И где-то начинается с самого начала, потому что с бизнеса требовать соблюдения корректности протокола, это очень сложно. И некоторые же даже, когда мы говорим это республиканский закон, они когда приходят, говорят, а что, есть такой закон? А я думал, хочу эту музыку включать, я хочу. Люди танцуют, это включаю, люди не танцуют, это. Я говорю, нет, посмотрите, есть закон. Поэтому, если мы живем здесь, надо уважать и закон, и его выполнять. Но вообще, в целом, употребление национальных языков в публичной сфере, оно сокращается во многих регионах. В Татарстане есть такая тенденция или все нормально? Я не скажу, что все нормально. Мы не живем в закрытом мире. Если мы жили бы в закрытом мире, тогда можно было сказать, да, и административно, и по-человечески мы открыты. И сегодняшняя возможность интернета, обучения, всех-всех, конечно, позволяет. И русский язык наш государственный. Хотя, с другой стороны, наш великий татарин Шикабуддин Моржани, ему 208 лет, он 185 лет назад говорил, где Казань полностью, говорил только на татарском языке, он говорил, нам надо учить русский язык. Если мы хотим выйти в мир, нам нужен русский язык. Без русского языка мы никуда не сможем продвинуться. Так же говорил Алексей Кулаковский, новоположник икустской литературы, философ. Но мы тоже прекрасно понимаем, что должен быть баланс. Если это татарская семья, если один член семьи, папа или мама татарин, мы хотим, чтобы дети тоже говорили на татарском языке, имели возможность обучаться, петь, танцевать. Поэтому эта тенденция присутствует. И в данном случае это не касается только татарского народа. Это касается всех 190 народов, народностей, которые живут в России. И каждый народ должен стараться сохранить свою нацию. А нацию можно сохранить только язык. Человек может быть без языка, но нация без языка не может быть. Ну, допустим, в царской России в каждой строительной семье знали по 5-6 языков. Европейский, русский и так далее. У нас здесь, в Якутии, тоже по 5 языков люди знали. Ивинский, юкагирский, ивинкийский, якутский, русский. То есть это... Чем больше знает языков человек, тем ему больше открыт мир. Вот как молодежь в этом отношении? Вот мы же про молодежь, про детей говорим. Вы знаете, знание языка, это же не только открытие мира, это работоспособность твоего мозга. Я приведу самый простой пример. Ну, давайте возьмем даже 30 лет назад, 35 лет назад, когда у нас не было сотовых телефонов, я мог остановиться, мне говорят, надо позвонить. Я сразу переселял 5-6-значный номер телефона любого человека. Наизусть знали, да. Я сейчас номер сотового телефона своего не знаю, потому что я его отправляю, мне нет необходимости запоминать. Раньше мы запоминали, мозг у нас по-другому работал. В крайнем случае записывали. А сейчас карта ТКС открыл, сегодня не надо читать, открыл ОК Гугл или Яндекс, зашел, посмотрел. И поэтому библиотеки посещать это, мы сейчас трансформируемся немножко в другом направлении. И поэтому, когда мы говорим татарский язык, если ты сегодня в совершенстве владеешь татарским языком, значит, для тебя казахский, узбекский, киргизский, тюркский трюклер сразу открывается, и ты со всеми азербайджанские частично можешь, ты спокойно можешь. Ну и якутские. Якутские. Вот мы ехали, у меня там разговор зашел, говорят, Куль, Куль, у нас озеро. А, я знаю, Куль, вы про озеро уже говорите. То есть, есть много слов, которые очень едины, и можно логику выстраивать спокойно, без, то есть, это возможность общения. Но и с другой стороны, когда мы говорим язык, не обязательно 5-7, ты же рожден татарином, русским, башкирином, якутом, и у тебя по исламу 7 поколений. И как же ты рождаешься ребенком этой нации, ты же не только цветок любви, ты продолжитель этой династии. Этого языка, этой религии, этой культуры. И на тебе бремя дает вот это. А ты не хочешь, а ты не можешь. Я иногда говорю, ребята, ну, давайте посмотрим, мы же не все сюда пришли на этот белый свет навечно. Наступит время, Аллах нас заберет. И, допустим, такую картину. Вот собирается с тем твоих предшественников, папа, дедушки, бабушки и там подобные, и они тебе говорят, Оллам, а почему так? Где? То есть ответственность перед предками? Конечно, перед предками. Это ответственность у мусульман, у татар. Ты должен знать семь поколений. Вот, например, я знаю 12 поколений со своими внуками с 1646 года. Я это тоже прекрасно понимаю, что когда-то наступит время, и Аллах только знает, когда это будет, я буду держать перед ними отчет и сказать, было тяжело, некогда был мир открыт, но я думаю, такие вещи не будут приниматься. Василий Евгеньевич, спасибо за обстоятельный разговор. Время подошло к концу. Нам действительно есть чему учиться друг у друга, чем друг друга дополнять. Спасибо большое. Спасибо вам большое. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.